Всем доброе утречко. Собираю лонгбоксы. Что там такое? Водичка. Филь, ты что, у тебя есть вода или нет воды? У тебя же есть своя водичка. Каролине насыпала кукурузных палочек, морковка, яблоко. Максу сделаю то же самое, только без морковки. Морковку он не любит. Каролина уже готова. Девчонки уехали в 7 часов. Последнее. Макс любит без шкурки. Всегда ему нужно срезать, иначе он не съест. Все, Макса готов. Тоже лонгбокс. Закрываем. Макс, там телевизор убавь чуть-чуть. Макс, убавь чуть-чуть телевизор, кричит сильно. Водичку пить хотела, оказывается, у него закончилось. За ночь всю водичку выпила, и не осталось ничего. Поэтому с кастрюльки пил. Все, на свой ланчбокс неси. Давайте, уже время. Пятница, пятница. Последний учебный день. Каролине пришлось заказать такие же ботиночки, как у меня. Понравились ей очень. Такие же лаковые. Только у нее шнуровка. Здесь вот она замочки. Тоже такие вот, с платформой. Видела мои, говорит, я тоже такие хочу. Что, тебе не нравятся ее штаны? Почему? А такие как так. Ну, широкие специально, да. Что, видишь, такой ботиночки раз и закрыл. Широкие штанишки. Курточку надеваем. Все. Вперед. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Поехали в магазин. Сегодня Каролина с Максом тут на день рождения. Нужно взять два подарочка. Время 10 часов. У нас есть час. Пока выехали с парковки, до 7 градусов выпала температура. Ну, пока еще нормально. Терпимо. Минь или карамель? Карамель. Заехали кофе. За кофеочком с утра. А то мы не позавтракали еще. Экстра-каленте? Ну, оно экстра-каленте. Не хочу себя горячей. Команда? Не знаю. Я получила еще наклеечки. Сколько тут? Шесть штук. Мне, конечно, не хватит. Шесть штучек. Так, половина мне осталась еще. Ладно. Каждый раз, как бензин заправляем, Лео всегда берет наклеечки. Нам дали шоколадки бесплатно. То есть, это не шоколадки, по-моему, это... Вафелька. Вафелька, по-моему, да. Ну, это хорошо. Как раз нам кофе мы ничего не взяли. Мы только взяли кофе. Кстати, мы тут возле школы Маргариты. У Ксюши. Вот она. Одна из трех. Это вот, которая самая старенькая. Там за ней уже другие. Так, в общем, мальчик увлекается соником. Поэтому мы тут нашли всякие разные игрушки на эту тему. Тут такой соник, тут такой. Не знаем, что выбрать. Сейчас напишем его родителям, может быть, чтобы, знаете, не выбрать то, что у него есть. Чтоб не подарить одинаковое. Так, мы еще забежали в магазин. Нужно взять немножко продуктов. И хлеб. Мочи. Почему? Он есть. Де манго. С мангою лучше. Нет карамели. Мне больше нравится карамель. А, да, есть карамель. Мне нравится больше карамельная. Вот это. Все, приехали. Время почти 12. Дождик пошел. Детки, скорее всего, уже идут. Тут есть я хочу инфу сделать. Не хочу я инфу сделать. Прививку. Прививку, если надо, мы делаем у нашего врача. Ну вот. Они хотят, чтобы в школе. Нет. Маргарита уже подписала свой документ. Так, подарочки мы упаковали. Забыла упаковать еще батарейки. В общем, так, приклеили у нас хоть. Я взяла пиццу. Быстренько сейчас приготовить. Ну и здесь по мелочам. Так, здесь у нас полбаса. Хлебушек. Привет. Как дела? Так, масло у меня заканчивается. Молоко, масло, колбаса, йогурт, Филька. Так, сыр. Будете сыр? Я буду, для меня сыр. Где мой сыр? Сосиски. Где мой сыр? Так, и картошка. Дай сыр. Картошка у меня закончилась. Безышки. Меренги. Меренги моя. Но когда мы поедим, тогда. Филя. Куда он залез? Ты что, вообще что ли? На рай. Это твое? Филя. Конечно. Ну-ка, уходи. Уходи. Так дело не пойдет. Не-не-не-не. Так нельзя. Иди. Я уже только сказала, что... Детки все разбежались. Ксюша с Маркаритой в школу. Карлина с Максом на день рождения. Дома тишина. Я монтирую влог. Чуть-чуть осталось и буду выкладывать. Я себе купила такие вот цветочки. Пополнение у меня в семействе. Цикло связано, подождите. Цикломен. Посмотрите, сколько там бутонов. Я читала. В общем, зашла в гугл. Вбила. Как за ними ухаживать. Там написано, что вообще они любят прохладное место. Вот тут еще такой красный. Он поменьше немножко. Такой вот красивый. Здесь тоже очень много бутонов там внутри. Вот еще новый вырос. Написано, что летом максимум 25 градусов. Если я не ошибаюсь. Ну-ка. Да, вот здесь вот написано минимум 5 градусов. Максимум 23. Я вот переживаю, чтобы не испортился цветок. Вот что с ним случилось, я не знаю. Я не помню, купила я такой или нет. Кто, у кого такие цветочки есть, подскажете, что делать? Это нормально? Может быть он уже отцветает? Может он уже давно как бы это распустился? И сколько они вообще цветут? Цветут ли они круглый год? Либо они отцветают? Вот этот красный какой-то красивый. Красный цвет прям такой яркий. Там еще был бледно-розовый и белый. Но мне вот этот больше понравился. Если у кого есть, подскажите, как вы за ним ухаживаете. Капризные или не капризные растения. Мне ставить в принципе некуда больше на улицу. Я тоже ставить не хочу. Потому что зимой они замерзнут. Холодно будет минус. Поэтому будут стоять здесь так вот на столе. Они немножко пахнут. Не сказала бы, что такой приятный запах. Мне сегодня пришла посылка. Я хочу вам показать, что я заказывала. Это все с Китаем. А такие вот карточки. Здесь написано спасибо за покупку. Дальше я взяла, как он называется, это жгут, если я не ошибаюсь. Вот такой вот моточек небольшой. Здесь 30 метров жгут. Это я буду тоже при упаковке товара, который буду отправлять, украшать. Красиво упаковывать. Вот, и вот такие вот бирочки. Здесь веревки тоже есть специальные. Веревочки тоже сразу в наборе идут. Сколько штук, я не помню. 50 штук, если я не ошибаюсь. Я думала, они немножко будут побольше. Но в принципе нормально. Так, и здесь два вида конвертиков. Для маленькой посылки и для большой. Вот такие вот крафт-конверты. Потому что в принципе они не сильно будет, товар тяжелый. Поэтому, если закажут только один, можно отправить в этом конверте. Если закажут большой, если сделают большой заказ, то будет у меня вот такой вот большой конверт. Тоже крафт. Такое качество, хорошее. Такое плотное. Вот моя бумага. Вот, и все это заклеивать. Ну, в общем. Кто приехал? Ксюнчик приехал. Я соскучилась. Ой, чернеблевая. Кто? Ты? Бонни. 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 И мама. Все, иди. Я сижу, читаю комментарии. Есть правильные варианты. Их немало. Есть те, которые написали и угадали. Чаще пишут, что я буду продавать что-то из одежды. Но это не так. Шить я ничего не буду. Шить я не умею. Дети захотели жареную картошку. Значит, будем жарить картошку. Пришла детвора. Соня, это Соника. Ой, у тебя девочка. Еще подарили этот адвент халейнер. Конфетер. И наклейки. Ну, тут с шоколадками, да? Вот. А у Макса этот трансформер. Так много. Это все переводки или наклейки? Ям, ям, ям. Это, это, это татушка. Это тату, мам. Тату. Мама. Вот еще наклейки, мам. Мама, татушка. Еще тату. Ты знаешь, что это за фигурка? Бален. Тут еще тату. Мама, байон. Это что ли? Тут еще тату. Даже шарик, смотри, Соня. Еще и байон. Что это? Браслеты даже, Соник. Круто. Это у меня все есть. Смотри. Это что? Что это, мам? Каролина. Каролина, проще на шариках. Календарик на следующую пятницу нужно открывать. Мама, я хотела другая. Вот этот рукоят. Ну, можно что? Так, все. Жарим картошечку. Что такое? Картошка встать. Все, картошка готова. Сосисочки маленькие пожарила. Вот так. Будем накладывать. Так, садимся, Макс, Каролина. Выключай. Завтра нужно будет за продуктами опять ехать. Закупаться. Тут как-то прохладно, да? Там тепло в комнатах. Да, я знаю. Я не приятного. Очень приятного аппетита. Берите огурчики. Да. Продолжаем клеить наклеечки. В общем, Макс уже половина собрала дома. Мой телефон упал. Месяц два. У-сана. Мы сейчас обложим по странам, а потом будем клеить. Мама, я рисую. Нет, давайте уже спать идем, потому что поздно. Ксюша, а можно твой этот показать аккаунт? Как называется, спрашивали. Ну-ка. Вот. Какой у тебя уже этот уровень? 39-й? Ага. Бонни покормили? Да. Молодцы. Ты давай тоже спать. Кстати, я уже начинаю резать тряпочки свои. У меня здесь есть формы разного размера. Сколько у меня тут? Раз, два, три, четыре. Да, четыре штуки. Большинство написали, угадали, что я буду делать с тряпочками. Многие думали, что я буду шоппер делать. Но это не шоппер. Шоппер, а знаешь, такие сумочки тряпочные в магазин идти? Многие писали про восковые салфетки. В общем, кто не знает, еще в интернете напишите, что такое восковые салфеточки. Они пропитываются воском, и для чего они используются. В общем, шить я ничего не буду строчить на машинке, ни пижамы, ни одежду, ни шопперы. Какой мне нравится? О, Ксюша зелененький нравится, Ксюша. Ой. Маргарита фиолетовая. Откуда у тебя так много? Кто тебе дал? Вот таким вот ножом. Вот так вот чик и чик. И все. Хорошо, кстати, режет очень. Кто ему насыпал? Это вообще что такое? Разве можно вот в эту тарелку сыпать и так много? Нет, я не там, Каролина. Каролина, у Бонни другая тарелка, своя. Больше половины альбома заполнено. Еще очень больше, чем половина. Больше, да. Вот сколько у нас осталось? 158 штук осталось. Собрать? Да, собрать. Ну, видите, уже. Здесь вот только две штуки. В Германии осталось. Но еще ни одну страну полностью не наклеили, да? Ну, так что еще 158 штучек. Какой тут разлегся, ты помогать не будешь? А, Филь? Деловой лежит. В общем, я сейчас буду продолжать вырезать тряпочки. Ой, раскрутился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Разрезала я вот эту ткань с лимончиками. Тут розовая, белая, такая вот черная и еще синяя. Вот, синяя. В общем, тут один набор из четырех размеров и другой набор. Вот, только с маленьких. Три цвета. Тут раз, два, три. И средние, три цвета вместе. В общем, я буду делать и только одного цвета, например, либо вперемешку, потому что разный вкус у людей, да? Кому-то нравится одного цвета все, все одинаковые. Кому-то в разнобой. И, наверное, скорее всего, уже на этой неделе начну мазать салфеточки воском для моего второго занятия творческого еще пока ничего не приехало. Поэтому я жду посылку. Как придет, так покажу. О, что я тихо-тихо-тихо. Все. Всем пока. До следующего влога. Я спать.